Итак, в Индии установлен самый высокий памятник в мире. Его высота составляет 182 метра. Монумент воздвигнут в честь национального героя борца за независимость страны. И называться он будет статуей единства. Наш корреспондент Дмитрий Мельников находится сейчас рядом с гигантским сооружением. Дмитрий, приветствую. Ну как снизу вверх смотреть на новое достижение мировой архитектуры и кто участвовал в открытии памятника? Здравствуйте, Андрей. Действительно зрелище впечатляющее. Вот сейчас вы видите за моей спиной этот памятник. Отсюда, наверное, масштаб заметно. Но когда подходишь ближе, то видно, что 182 метра – это действительно то, что называется голова в облаках. В эти минуты как раз от города, недалеко от города Варду-Дара, в штате Гуджарад, в день 143-й годовщины, со дня рождения видного деятеля борьбы за независимость Индии Сардара Пателя. Проходит эта красочная церемония. Открытие крупнейшей, как вы правильно сказали, на данный момент в мире статуи, которую действительно окрестили статую единства. 182 метра вместе с основанием 240 метров в высоту. Монумент Пателя строили 5 лет. Для создания этого колосса понадобилось 23 тысячи тонн цемента и почти 24 тысячи тонн стали. И железные арматуры, металлолом для этой статуи собирали по всей стране. И это по замыслу власти должно было также стать неким образцом национального народного единства. И, конечно же, памятник этому народному герою, Пателю, это не просто очередная достопримечательность, а заявка страны на первое место в мире, причем не только, как вы понимаете, по высоте памятников. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр Индии на рендер-моде. Надо сказать, что это была именно его идея построить здесь, в родном для моди штата Гуджарад, гигантский памятник Пателю. И, кстати, сам Патель тоже из этих мест, с берегов реки Нормада. Стоимость его проекта составила 460 миллионов долларов, причем 443, простите, миллиона, пожертвовал лично премьер-министр Моди. Церемонию открыл пролет самолетов. Над красивейшими пейзажами в небе был нарисован индийский флаг. Что касается особенностей статуи единства, то утверждается, что она может выдержать порыв ветра до 70 метров. Секунду, сейчас вы видите, в небе поднимаются вертолеты, которые также распыляют краску, оранжевую краску. Это своего рода благословение для этой статуи. Что касается самого Валабха и Пателя, его называли индийским битмарком и железным человеком. Близкий соратник Махатмы Ганди, он является одним из отцов, основателей государства и одним из авторов индийской конституции. После обретения в 1947 году независимости от Бритовской Индии, подключил очень много сил, чтобы разделение Индии и Пакистана прошли максимально бескровно. Он принимал участие в обеспечении безопасности беженцев из двух частей Индии. Из индуистской, простите, в мусульманскую, из мусульманской в индуистскую. Церемония сейчас, как вы видите, в самом разгаре. Действительно, можно утверждать, что сегодня это самый большой в мире памятник. Самая большая статуя. До этого лидером была 115-метровая статуя Будды Шакьямуни в Мьянме. Следом за ним идет также Будда, но в сахарской провинции Кайнань. И замечу, что Индия в ближайшее время собирается побить собственный рекорд, открыв 190-метровую статую другому национальному герою Шиваджи в окрестностях Мумбаи. Так что гонка статуи продолжается. И Индия, судя по всему, хочет занять в ней все лидирующие места. Андрей. Дмитрий, спасибо. Из Индии наш собственный корреспондент Дмитрий Мельников. До сегодняшнего дня самыми высокими памятниками в мире были статуи Будды в разных странах. Самый высокий в Китае Будда весеннего храма. Установлен в городе Лишан. Высота монумента 153 метра. А вот статуя Свободы в Нью-Йорке, вопреки расхожему мнению, на лидерство в этом списке претендент претендовать не может. Ее высота даже с постаментом всего 93 метра. Родина-мать зовет, установленная в Волгограде, выше 100 метров. И еще один очень высокий монумент Будды Шакьемуни в Мьянме. 130 метров. Также в список самых высоких памятников входит статуя Христа в португайском городе Алмада. 103 метра высоту. Вот так вот.